Когда на прошлой неделе правительство Германии объявило, что будет продавать 40 тысяч биткоинов, это привело к падению цены до 53 тысяч долларов. И многие задались закономерным вопросом, а почему они продают на централизованных биржах, а не на внебиржевых площадках, чтобы не обрушивать цену биткоина. Сегодня в этой истории появился неожиданный сюжетный поворот, потому что появились новые слухи о том, что Германия на самом деле не продает свои биткоины, а обрушивает цену для того, чтобы выкупить их с рынка. Давай разберем, в чем суть этого сериала, ну а пока я готовлю материал, не забудь передать за проезд. Проезд у нас стоит 1 лайккоин. Передал? Большое спасибо, значит можно ехать. Как видно из этой статьи, Германия удивила мир выкупом биткоинов на сумму 111 миллионов долларов. Об этом писали абсолютно все. Даже если просто зайти в гугл, об этом написано целая тонна статей. Правительство Германии неожиданно выкупило 1915 биткоинов на 111,5 миллионов долларов у различных ведущих бирж. Сделка была зафиксирована ведущей аналитической компании Arkham Intelligence. Давай обратимся к первоисточнику, у которого 460 тысяч подписчиков в твиттере. Вот этот твит от Arkham Intelligence, который привел мир в абсолютное бешенство этим утром. Обновление о движении биткоинов, принадлежащих Германии. Кошельки правительства Германии получили 1915 биткоинов на сумму 111,5 миллионов долларов прошлой ночью с адресов, связанных с биржами Kraken, Bitstamp и Coinbase. То есть это те же биржи, которые правительство Германии ранее использовало для продажи своих биткоинов. Это очень-очень интересно, ведь у нас есть данные on-chain, которые отслеживают движение биткоинов, принадлежащих Германии. И мы видим, что они действительно продавали свои биткоины на различных централизованных биржах, например Kraken и Coinbase. И как мы видим, на кошельке правительства Германии действительно наблюдается сокращение баланса биткоинов. Но давай продолжим погружаться в то, что происходит. И сейчас я покажу тебе on-chain данные, которые, возможно, опровергают этот отчет от Arkham Intelligence. Также я хочу объяснить, почему немецкое правительство в будущем может задуматься о выкупе своих биткоинов обратно. Потому что мы видим, что в стране есть немецкие законодатели и политики, которые подвергли значительной критике решения своего правительства продавать биткоины. Так, например, немецкий законодатель требует пересмотра стратегии на фоне немецкой распродажи биткоинов. Он буквально умоляет свою страну прекратить продажу биткоинов. Цитата. «У нас есть все эти другие национальные государства по всему миру, которые держат много биткоинов. Это было бы стратегической ошибкой Германии избавиться от них». На данный момент Германия остается крупнейшим держателем биткоина. Соединенные Штаты все еще на первом месте, их правительство держит 215 тысяч биткоинов, затем идет Китай 190 тысяч, Великобритания 61 тысяча биткоинов и, наконец, Германия, у которой уже, кстати говоря, меньше 40 тысяч биткоинов, поэтому Украина уже ее обогнала по этому показателю. В любом случае, Германия входит в топ-5 крупнейших держателей биткоина среди всех правительств мира, и поэтому люди обращают на это внимание. И, к удивлению, даже политики в Германии стали обращать на это внимание. И снова эта дама, член немецкого парламента, обрушивается с критикой на правительство Германии. Она независимый немецкий член парламента, ее зовут Джоанна Коттер, и она осудила решение правительства поспешно продать имеющиеся у него биткоины. Так что сейчас мы имеем дело не с очередным событием вроде крах FTX, с которым так часто сравнивают эту распродажу. Мы имеем дело с переломом сознания части политической элиты, которые уже мыслят будущим и не застряли в прошлом. Естественно, это может привести ко многим неожиданным последствиям, например, к росту напряжения в политическом истеблишменте той или иной страны. Но самое интересное, из-за чего это будет происходить? Это будет происходить из-за вопроса о том, стоит ли сделать биткоин резервным активом целой страны, вроде Германии. Просто задумайся, к какому будущему может привести это событие, которое сейчас всех пугает. Мы живем в переломный момент. Так что это очень круто. Вот, кстати, твит этого немецкого чиновника, которому она прикрепила газеты с ярким названием «Биткоин-стратегия нации. Национальная биткоин-стратегия». Она говорит, вместо того, чтобы держать биткоин в качестве стратегической резервной валюты, как это обсуждается в США, «Наше правительство занимается крупномасштабной продажей». Я объяснила этим министрам, почему это неразумно, а контрпродуктивно, и пригласила их на нашу лекцию Самсона Мао «Биткоин-стратегия для национальных государств», которая пройдет 17 октября. Итак, она отправила этим политикам, продающим биткоин, официальное приглашение на эту лекцию. Вот такие письма и документы. Это официальные документы, настоящие приглашения. Это очень масштабно. Вот почему многие люди действительно верят, что правительство Германии начинает выкупать биткоины, которые только что продали. Вот почему у многих биткоинеров появилась надежда. Они думают, что, может быть, правительство Германии одумалось. Что ж, сейчас я покажу, почему все эти слухи о том, что немецкое правительство выкупает собственные же биткоины, могут быть не на 100% точными. Вот твит, который я нашел сегодня утром. Буквально несколько часов назад мы видим, что кошелек, связанный с правительством Германии, только что отправил биткоин на Bitstamp и Coinbase. Также я нашел этот график, который был опубликован 5 часов назад. Биткоин продолжает уходить из немецких государственных кошельков даже в выходные дни. Вчера они не выкупали биткоин. Вместо этого произошло то, что не все их ордера на продажу были выполнены. Поэтому непроданные биткоины были возвращены на их кошельки. Думаю, это не совсем то, что мы хотели услышать. Но я думаю, что это потенциально наиболее вероятный сценарий того, что произошло, что происходит сейчас с биткоинами немецкого правительства. Итак, на мой взгляд, наиболее вероятно, что эти биткоины, 1915 монет, были переведены обратно на кошелек правительства Германии с биржи Kraken, Bitstamp и Coinbase, так как это были всего лишь неисполненные ордера на продажу. Менее вероятен, с моей точки зрения, тот сценарий, что Германия одумалась и решила исправить свои ошибки. Однако, я думаю, что Паркер Льюис хорошо подытожил это. Независимо от того, продает или покупает немецкое правительство биткоин или нет, каждому правительству, включая Германию, биткоин будет нужен. И это один из самых вопиющих недостатков в логике скептиков, которые считают, что правительство вместо этого попытается запретить биткоин. Биткоин будет нужен каждому правительству. И мы видим, что кто-то это прекрасно понимает, кто-то агрессивно выкупал десятки тысяч биткоинов и выводил их с бирж прошлой ночью. Их совсем не волнует эта туманная и мутная история в Германии. Если Германия и продолжает продавать свои биткоины, то, возможно, другие киты воспользовались этой продажей и просто выкупают ее прямо с бирж на свои холодные кошельки. Например, 35 тысяч биткоинов вывели с биржи BitMEX. Всего лишь за одну ночь. После чего на бирже осталось всего 19 тысяч биткоинов. То есть за одну ночь с биржи вывели 65% запасов монет. Также мы видим, что в то время, когда цена биткоина рухнула, спотовые биткоины ETF купили 2565 биткоинов. Естественно, сейчас торги закрыты, но посмотрим, что будет, когда они снова откроются. Да, они до сих пор не торгуются безостановочно, как крипторынок. И уходят на выходные, как фондовый рынок. В любом случае, вот здесь они покупали. Прямо после вот этого провала. Это на уровне 53 тысяч долларов. И это было на самом пике этого краха. Они купили 2500 биткоинов здесь, что в 5 раз больше ежедневной добычи майнерами. Итак, Германия выкупает более тысячи биткоинов. Это слух. Тем временем скептики списывают это на невыполненный ордер на продажу. Каждый выбирает, во что верить. Я бы хотел верить, что правительство Германии одумалось и решило выкупать свои биткоины обратно. Однако, я в это мало верю, потому что на этой неделе я увидел очень интересную точку зрения о Германии. Кто-то сказал, что немецкое правительство совершает стратегические ошибки уже 100 лет. И я не удивлюсь, если они совершат стратегическую ошибку из биткоина. Немецкая марка фактически пережила гиперинфляцию почти 100 лет назад. И с тех пор правительство Германии постоянно совершало всевозможные ошибки. Сегодня они закрыли все свои ядерные энергетические мощности, всю свою атомную энергетику. И с третьей по величине экономики мира они уже превратились в четвертую. И сейчас они находятся в состоянии рецессии из-за собственных же решений. Хватит это делать. Просто покупайте биткоин. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok